Привет, это Свет. Решил показать вам мотоцикл, который мы купили. Это Yamaha TDM850-2 1999 года. Сейчас быстро по кругу покажу состояние его. На первый взгляд вроде как-бы никаких доделок, подкрасок. Выглядит неплохо на самом деле. Чистенькие глушители, двигатель. Достаточно живые диски, колодки даже не стерты. Что у нас здесь? Давайте оживим его, вставив ключ зажигания. Загорелась подсветка, нейтральная передача. Заведем. Он уже у меня поработал, немного нагрелся. А теперь немного про органы управления здесь. На левой ручке находится управление светом. Ближний, дальний. Находится аварийная сигнализация. Сигнализация. Также есть моргалка дальним. И, конечно, указатели поворота. На правой ручке кнопка стартера и глушилка. Пробег мотоцикла 42 тысячи километров. Мотоцикл привезен из Японии. Я первый владелец в России. Ну, на самом деле, не факт, что пробег настоящий. Он тоже мог быть скручен, конечно. В этой версии нету датчика топлива в баке. Поэтому вместо указателя оставшегося топлива здесь указатель температуры охлаждающей жидкости. Расположен здесь у нас посередине тахометр. И где красная зона начинается от 8 тысяч оборотов. Ну и, конечно, спидометр в километрах в час, где 180, здесь это максимальная отметка. Давайте посмотрим топливный бак. Там есть, конечно, небольшие и ржавчины. Бензинчик, видно, 92-й. Ну, я думаю, что ничего страшного. Как-нибудь с этой ржавчиной разберусь. Здесь есть еще место, так сказать, под сиденьем. Но его крайне мало. Здесь поместится разве что набор инструментов. Видимо, здесь должен быть набор инструментов штатный. Его здесь не было. Здесь выведена сразу плюсовая клемма. На всякий случай, если надо будет прикурить. Здесь находится также регулировка жесткости подвески S и H. Софт и Харт. Ну, соответственно, софт это мягкое, хард это жесткое. Ну и хочу сейчас показать некоторые косячки, которые я заметил по мотоциклу. Они больше визуальные, конечно, нежели чем технические. Технические я еще не успел заметить. Потому что особо на нем не катался. Бросается в глаза, что здесь вот есть напыл поверх наклейки. Либо следы от наклейки. То есть, ну, он был крашен. Здесь золотистый, здесь оранжевый пластик. Видно здесь вот на поворотнике на левом следы. Вот его волочение какого-то падения. И поворотник этот, он здесь подсломан. Здесь также видны следы ремонта. Кто-то клеил на клей. Ну, поворотник это все решается. Можно приклеить получше. Можно новые купить. Оптика линзованная. Имеется вот две такие отметины на пластике. Ну, похоже, что предыдущий владелец использовал лампу ненужного номинала. И, наверное, поэтому она пластик этот расплавила. Видимо, перегрелась фара. Здесь есть крепление под допы. Здесь следы от, видимо, противотумана каких-то. Ну, дополнительное какое-то освещение стояло. Которую сняли перед транспортировкой. Может быть, конечно, после на бачке с тормозной жидкостью достаточно сильная коррозия под краской. То есть красили прямо по коррозии, видно. Но это, я думаю, что все решаемо. Можно все это зашкурить будет и потом покрасить. Ну, а так самое главное, конечно, что с технической точки зрения здесь все в порядке. Ну, по крайней мере, пока неисправность не выявлена. Заменил я здесь грипсы на такие вот простые. Стояли мягкие, какие-то туристические. Но они уж больно были потрепанные. Ну, еще из косяков здесь гуляет зеркало заднего вида, правое. Я думаю, что тоже ничего страшного. Все это решается. Спасибо, что посмотрели это видео. Как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok